Хвала Аллаху Субханахуа Та'аля, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мир и благословение последнему пророку и посланнику Мухаммаду Салли Аллаху Алейхи Васалям и всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. О те, которые уверовали, бойтесь же Аллаха Субханахуа Та'аля должным образом и не покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху, его посланнику, он преуспеет. О те, которые уверовали. Всевышний Аллах Субханахуа Та'аля создал человека, предписал его судьбу, предписал его судьбу, его удел и его деяния. Аллах Субханахуа Та'аля предначертал судьбу человека. И на человека всего лишь лишь остается верить, надеяться, уповаться, уповать на Аллаха и действовать. Всевышний Аллах Субханахуа Та'аля говорит в Коране, Поистине верующие это те, Аллах говорит, верующие это те, которые при поминании Аллаха содрогаются их сердца. А если они слышат речь Аллаха или слышат слова Аллаха, то их вера увеличивается в их сердцах. И они уповают на своего Господа. Верующие это те, которые поминают, когда поминают Аллаха, их сердца содрогаются. Это означает, их сердца наполняются верой, смирением, упованием, надеждой, любовью и страхом перед наказанием. Когда же им читают знамение Аллаха, читают Кур'ан, либо читают они его сами, их сердца наполняются верой. Их отличительная черта этих верующих заключается в том, что они уповают на своего Господа. Вот те, которые уверовали. Упование в Исламе или упование в душе человека на Всевышнего Аллаха является величайшим видом поклонения сердцем. Величайшим. Если бы человек должным образом понимал этот вид поклонения Аллаху, то все его проблемы более болезненнее переходила его душа. Либо же он переходил или переожидал, либо же перетерпевал трудности в своей жизни намного легче. Что такое упование на Всевышнего Аллаха? Или когда мы говорим «Я верю в Аллаха», что подразумевает это под собой? Какой смысл несет в первую очередь перед Аллахом и тобой эти слова? Когда ты говоришь «Я верю в Аллаха», это подразумевает, что ты веришь в первую очередь сердцем. Затем подтверждаешь это своими устами и практикуешь своими действиями. Намаз или наши слова, то есть деяния, которые являются явными, такими как намаз, пятничная молитва, это явные деяния. И каждый его может совершить и лицемер, и нелицемер. Говорить устами может каждый, верующий и лицемер. Но что же касается деяния сердца или поступки сердца, то знай это деяние лишь искренних правдивых рабов. Аллаха субханаху ва-та-аля. Настоящий мусульманин, настоящая мусульманка, она достигает уровня или степени веры, сильной, крепкой веры только тогда, когда начинают уповать на Всевышнего Аллаха должным образом. Уповать слово означает привязаться, привязать свое сердце к Аллаху, опереться на Аллаха, оставить все свои заботы на Аллаха, будучи спокойным, что тот на кого ты возложил, то обязательно оно свершится, оно будет и не пропадет. Аллах субханаху ва-та-аля подчеркивает, подчеркивает в Куране и говорит настоящие верующие. Поистине верующие это те, которые завершают аятом, завершают аят словами и уповают на своего Господа. Упование на Всевышнего Аллаха это успех к решению многих наших забот и проблем. Упование на Всевышнего Аллаха это путь к достижению счастья в обоих мирах. Посланник Аллаха салли Аллаху алейхи ва-салям сказал, если бы верующие уповали на Аллаха должным образом, то они были бы подобно птице, которая утром вылетает, будучи голодной, а вечером возвращается сытой. Это говорит о том, что Всевышний Аллах субханаху ата'аля позаботился о каждом. До его рождения Аллах субханаху ата'аля о каждом позаботился и предписал его риск, его удел. Предписал решение его проблем, предписал его жизнь. и когда человек говорит, о Аллах, я уповаю на Тебя и мне Тебя достаточно, его сердце успокаивается. Мысли, разум человека успокаивается. И разве Всевышний Аллах такое сердце или такого человека оставит ли? Нет. Аллах стесняется раба, который поднимает к нему руки и говорит, о Аллах, чтобы он отпустил руки ни с чем. Если Аллах стесняется этого раба, то представьте тот или то сердце, которое уповает на Аллаха должным образом, чтобы оно, то есть его упование было пустым. Это невозможно. Аллах указывает в Куране, что должное упование является причиной того, чтобы человека удел его рыск пришел к нему. Либо же его проблемы были решены. Аллах говорит Тот, кто страшится Аллаха должным образом, Аллах говорит, то Аллах даст ему выход из самой трудной ситуации, с трудного положения. И даст ему удел, даст ему рыск оттуда, откуда он не ожидает. А тот же, кто уповает на Аллаха, то ему его достаточно. То есть человеку достаточно будет упование на Всевышнего Аллаха. Аллах этого человека никогда не оставит. Вот те, которые уверовали, упование это средство, или это метод, или это путь, к решению наших повседневных забот и проблем. Должное упование на Аллаха это путь к приобретению удела рыска. Должное упование на Аллаха это путь к лечению наших больных. Упование на Аллаха должным образом это путь к получению рая. И поэтому тот, кто уповает на Аллаха должным образом, ему его достаточно. То есть Аллаха ему достаточно в обоих мирах. Абдулла Аббас ради Аллаху анхума он говорит о бояти которым Аллах говорит в Куране Аллах упоминает эту историю в Куране события когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ассалям будучи со своим со своими сподвижниками будучи когда силы не равны они слабее люди приходили и говорили пророку и верующим там люди собрались и ополчились против вас они сейчас вас сметут с поверхности земли их ответ был следующим Аллах упоминает их сердца Аллах говорит от этих слов их вера увеличивалась в их сердцах и они говорили достаточно нам Аллаха он прекрасный покровитель достаточно нам Аллаха он прекрасный хранитель эти эти же слова сказал Ибрахим алейхиссалям когда вот-вот его должны были бросить в огонь и пришел к нему Джибриил алейхиссалям и сказал нуждаешься ты ли в моей помощи он сказал достаточно мне Аллаха как прекрасного хранителя как прекрасного попечителя вы обратите внимание на силу веры силу упования пророков и их сподвижников тогда когда каждый говорил это невозможно тогда когда каждый говорил он сгорит в огне или он потерпит крушение или он потерпит поражение Аллах Субханаху ва-та-аля вопреки законам физики вопреки законам мирового порядка Всевышний Аллах Субханаху ва-та-аля никогда не оставлял то сердце которое привязывалось к Аллаху и говорил о Аллах ты прекрасный хранитель о Аллах ты прекрасный попечитель если человек поймет свою роль и роль Аллаха Субханаху ва-та-аля в его жизни тогда его сердце будет спокойным и если даже какая-либо беда постигнет его он всегда будет надеяться на Аллаха он всегда будет уповать на Аллаха но обратите внимание сердце смиренное сердце наполненное верой оно будет уповать на Всевышнего Аллаха сердце наполнено богобоязненностью оно будет уповать на Всевышнего Аллаха посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям в хадисе говорит если вы будете убегать от вашего рыска ежедневного рыска вашего удела так же как вы убегаете от смерти то этот удел непременно настигнет вас так же как настигнет вас ваша смерть задумайтесь в эти слова каждый день наши сердца тревожат тревожатся и беспокоятся как же мне прожить этот день как же мне заработать как же мне отдать долги как же мне решить мои проблемы как же мне вылечить моего больного эти проблемы каждый день беспокоят наше сердце оно тревожит наше сердце и наш разум и когда мы погружаемся в эти мысли то мы не можем думать или делать что-то другое нормально оно отвлекает нас мысли мы не сосредоточены мы постоянно в тревоге мы без настроения мы не улыбаемся но если мы поймем и наши сердца уверуют должным образом и мы поймем что тот риск который мы ищем он непременно будет не сейчас или не сегодня то так завтра обязательно если ты уповаешь на Аллаха должным образом если ты поднял руки к Аллаху и сказал о Аллах излечи моего больного о Аллах дай ему исцеление ведь ты исцеляющий если ты поднимешь руки и скажешь о Аллах я бедный ты богатый о Аллах дай мне риск о Аллах помоги решить мои проблемы о Аллах помоги вернуть мне мой долг если ваше сердце после этих слов по-настоящему будет уповать на Аллаха по-настоящему будет надеяться на Аллах то Аллах непременно решит вашу вашу просьбу но после этого ваше сердце будет спокойно как будто бы вы отдали долг как будто бы вы уже получили этот риск как будто бы ваш больной уже излечился ваше сердце станет свободным пустым и ваш разум станет ясным если вы уповаете на Аллаха должным образом но не является упованием когда вы говорите о Аллах дай и о Аллах помоги но вы не убеждены в этом вы как будто бы просто попросили ради просьбы но сами думаете постоянно как будто бы этого не случится вспомните историю пророка Мухаммада сабу Бакрам когда они оказались в пещере когда их за ними гнались многобожники и они укрылись в пещере когда многобожники зашли в пещеру и только стоило бы им отпустить взор вниз они бы увидели Абу Бакра и пророка и тогда посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям увидел переживания тревогу Абу Бакра и он ему сказал не печалься Аллах ведь с нами вы только представьте себе уровень и силу веры в Аллаха и упование посланник Аллаха саляллаху алейхи салям был настолько уверен что они не обнаружат их потому что он был уверен в Аллахе он уповал на Аллаха должным образом вот оно настоящее упование когда Аллах говорит и пусть на Аллаха уповают верующие Аллах об этом говорит в вопросах джихада в вопросах хиджры в вопросах рыска в вопросах решения всех мирских проблем Аллах говорит пусть верующие уповают на Аллаха кто-то может сказать этого недостаточно упования на Аллаха недостаточно а когда же нужно делать причины или создавать причины следует понимать что причина следует за упованием не упование следует за причиной а причина должна всегда следовать за упованием это важно некоторые неправильно понимают упование и говорят сидя на диване говорит рыска придет ко мне все равно Аллах не оставит меня это неправильное упование человек должен уповать на Аллаха и создавать причины если это касается вопроса лечения то он должен лечиться если он хочет излечиться тогда он должен в первую очередь делать дуа уповать на Аллах затем лечиться если он ищет пропитание он должен искать и искать работу и работать если он уповает на Аллаха в возврате своего долга он должен работать чтобы вернуть этот долг но он должен уповать на Аллаха что Аллах его не оставит один с этой проблемой Аллах субханаху ата'аля прекрасно показывает всем нам в этом мире у Аллаха закон упование на Аллаха а затем создавание причин вспомните историю с Марьем алейхиссалям когда она села под пальмой для того чтобы отдохнуть после родов обессиленная она просит у Аллаха рыск и она сидит под пальмой все знают какая пальма пальма она ствол у нее большой ее содрогнуть потрясти здоровому мужчине не удастся Аллах ей говорит потряси пальму и тогда плоды придут к тебе она потрясла она ударила по пальме и финики попадали Аллах субханаху ата'аля разве не мог видя свою рабыню в таком состоянии просто чтобы финики упали он мог это сделать но Аллах научил ее и нас чтобы получить риск Аллаха ты должен создать причину и он ей сказал потряси пальму и плоды падут к тебе это сунна Аллаха в этом мире и поэтому тот который говорит я уповаю на Аллаха и все он лежит на диване этого недостаточно это неправильное упование другая крайность когда человек полностью уповает на причины он считает если он это не сделает то он никогда не заработает если он не устроится на эту работу все он пропал упование означает ты ищешь если не эта работа так другая тебе ты найдешь другую работу если эти лекарства не помогли то поможет Аллах посредством других лекарств это означает ты уповаешь на Аллаха и создаешь причины не уповаешь на причины к сожалению наша суть человеческая она слаба слаба Аллах говорит человек создан слабым что он делает в первую очередь он в первую очередь начинает сам решать эти проблемы он думает он способен решить их но когда он начинает чувствовать что он бессилен он не может он поднимает руки говорит о Аллах помоги хотя он должен был в первую очередь обратиться к Аллаху а затем создавать причины и Аллах дал бы ему в этих причинах барака благо но мы всегда самоуверенны мы считаем что мы молоды сильны мы богаты мы способны мы все можем потому что мы наслушались начитались различных психологов которые говорят нам ты 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 только ты и никто кроме тебя ты после Аллаха ты можешь но после Аллаха ты сможешь но только при поддержке Аллаха вот так мусульманин воспитывает свою душу он говорит о Аллах ты богат и я беден о Аллах ты силен и слаб о Аллах ты превыше всего если ты мне не дашь тогда я не смогу вот те которые уверовали помните слова посланника Аллаха если бы верующие уповали на Аллаха должным образом то они были бы подобно птице то есть птица которая слаба летит в небесах где нету столько плодов рыска но она летит но Аллах дает ей рыск она улетает утром с гнезда вылетает голодный прилетает сытый мы ходим по земле Аллаха где рыск и все возможности окружают нас и все равно печалимся и говорим я не я не нашел работу я бедный я не смогу и тому подобное если тот кто уповает на Аллаха должным образом если человек уповает на Аллаха должным образом то Аллаха ему достаточно помните об этом всегда я прошу Аллаха прощения милости ведь он прощающий милосердный просите у Аллаха прощения альхамду лиллахи раббил алямин ассалату ассаламу аля ашраф и ланбия и валмурсалин набина мухаммад и аля алихи и ассахбихи и аджмаин и баад упование на Всевышнего Аллаха это деяние сердца и оно является одним из величайших видов поклонения и Аллах призывает вежущих к тому чтобы это поклонение было направлено лишь только к Аллаху если кто-либо это поклонение направит не к Аллаху то он тем самым предаст Аллаху равных вы скажете как же это возможно это возможно когда человек надеется и уповает на приобретение пользы либо же защиты от бед и зла на различные предметы амулеты обереги и тому подобное когда он начинает уповать на умерших святых обращается к ним таким образом он приобщает к Аллаху равных и мы сегодня во многих наших мусульманских народах мы можем это встретить все мы говорим и мусульмане но только у нас рождается новорожденный ребенок тут же ему одевают оберег называется козмульчах либо же вешают глаз ты зайдешь в дом в котором человек говорит я мусульманин но у него висит перед домом подкова на дверях висит подкова у него у порога внизу лежат ножи якобы от защиты от зла и тому подобное ты видишь этого человека когда его постигает какая-либо беда и болезнь он забывает про Аллаха он идет умоляет людей он идет умоляет всех кого угодно даже доходит до колдунов и предсказателей для того чтобы излечить своего больного для того чтобы приобрести какую-то себе выгоду и тем самым забывая что он уповает на то что не способно принести пользу тем самым приобщает к Аллаху равных но помните слова посланника Аллаха в котором он говорит если кто-либо привяжется к чему-либо то есть его сердце будет привязано к кому-либо или к чему-либо помимо Аллаха то Аллах оставит этого человека на того на кого он надеется и как часто мы надеемся на лекарства как часто мы надеемся на специальные больницы врачей как часто мы уповаем на колдунов предсказателей обереги амулеты и тому подобное и Аллах субхану оставляет оказывается нас и мы умираем мы продолжаем болеть мы тратим огромные средства имущество мы бедны также по-прежнему это все благодаря нашему сердцу это все благодаря нашему сердцу которое привязалось не к Аллаху привязалось не к создателю богатому сильнейшему наивысшему а привязалось к сотворенному а еще хуже если это связано с амулетами с идолами и лжебогами и тому подобное и это есть иман и это есть ислам когда твои поступки твои слова и твое сердце принадлежат Аллаху или направлены к Аллаху а не так когда мы что-либо делаем просим у Аллаха а наше сердце надеется иногда человек для того чтобы решить свою проблему обращается к людям если они ему отказывают для него как будто бы мир остановился а знаете почему потому что он надеялся на них он думал что он у них попросит и они ему не откажут они ему отказали и он расстроился так как будто бы остановился весь мир а причина это в том что он не уповал на Аллаха он уповал на этих людей человек порой открывает бизнес у него благие намерения я стану богатым буду давать садака у него не пошел этот бизнес и для него наступил судный день у него депрессия у него проблемы он зол он опечален проблема в том что он когда создавал не уповал на Аллаха он думал что он хороший менеджер он знает бизнес он сможет создать и все пойдет но Аллах ему этого не дал сделать не всегда способности являются причиной появления чего-либо и поэтому мусульманин он сначала уповает делает истихару делает дуа затем приступает к работе и когда оно у него не получается он говорит о Аллах ты не захотел и оно не произошло я знаю одного человека который при мне дважды опоздал на самолет дважды и он когда приходит и узнает что у него оказывается недостаточно документов или он опоздал на рейс я видел людей которые паникуют кричат ругаются обвиняют тех кто с ним кто-то задержался кто-то опоздал и все это событие он обвиняет в этом кого-то жену может быть долго собиралось детей и тому подобное это зачастую бывает в нашей жизни себя спросите я видел одного мусульманина который дважды опоздал на самолет и когда он опоздал он говорит Аллах значит не захотел и Аллах даст мне то что лучше и на самом деле для него всегда это оборачивалось в лучшем Аллах решает за нас то есть Аллах если ты доверишь свою судьбу Аллаху она в его руках так или иначе то твое сердце будет спокойно а когда ты желаешь что-то изменить ты нервничаешь ты из-за этого порываешь родственные связи ничто это не изменит твое сердце всегда будет беспокойно твой разум всегда будет погружен в заботах и мыслях уповайте на Аллаха должным образом тот кто уповает на Аллаха ему его достаточно и он убит ну он он atal